В стенах детской художественной школы номер один выставки проходят часто, но к открытию этой художники готовились целый год. Коррективы в творческие планы внесла мировая эпид-обстановка, а вернисаж закрыт для массового зрителя. И только сегодня его открыли ровно на три часа. Тем не менее, увидеть работы жители Сочи все-таки смогут, вот только не в музее, а в интернете. Я сегодня хочу записать видеоэкскурсию в силу сложившейся ситуации, чтобы все наши дети, которые не смогли попасть на эту выставку, чтобы они увидели наши работы и могли посмотреть эту выставку. Я очень счастлива, что я работаю с этими людьми в одном коллективе, что они работают в этой школе, и поэтому всегда приятно и на просмотрах, и на каких-то мероприятиях понимать, что это профессионалы не только педагогического фронта, но это еще и, прежде всего, художники замечательные, которые умеют сами, естественно, могут поэтому передать и своим детям. Видеоэкскурсия по выставке будет доступна на сайте детской художественной школы с 23 марта. В экспозиции – одни из последних работ 27 преподавателей, входящих в ряды Союзов художников и дизайнеров России. Всего более 80 картин. Пейзажи, натюрморты и портреты выполнены в различных техниках. Каждый по-своему представил весеннее равноденствие. Одни поделились впечатлениями из своей жизни, другие вспомнили красоты России или родного города. Многие картины написаны совместно. Мы очень много ездим на пленэре и рисуем в городе Сочи и по России. Поэтому каждая работа – это какое-то впечатление, это какая-то память, как мы ездили в Карелию, Ярослав, Скоп. То есть это очень эмоционально обогащается. Поэтому я смотрю очень трогательно и вижу этого человека, и воспринимаю работу через восприятие личности этого человека. Поэтому мне эта выставка очень дорога, потому что это выставка моих друзей, моих коллег, таких художников. Выставка «Весеннее равноденствие» в четырех залах музея пробудет до середины апреля. Но во всемирной сети увидеть вернисаж можно будет в любое время. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.